Рубашка это must-have любого мужского гардероба, а в жаркое летнее время единственная вещь, которую можно носить вторым слоем. Несмотря на кажущуюся простоту, качественную рубашку с хорошей посадкой и типичный вариант из масс-маркета разделяет огромная пробость. В этом видео я покажу свою коллекцию рубашек и расскажу 4 главных пункта, на которые стоит обратить внимание. А напоследок оставил самый главный, без которого даже самая дорогая рубашка может выглядеть посредственно. Приятного просмотра! Начнем с того, что сразу бросается в глаза, с материалом. Больше всего меня интересует, насколько легко он мнется. Можно сходу в магазине сжимать рубашку, чтобы получить представление, как она будет выглядеть к концу дня. Производители, которые делают свою рубашку из тонкого мнущегося материала, которое после одного сгибания рук или облокачивания на кресло становится похоже на мятый кусок туалетной бумаги, ненавижу вас всем сердцем. Исключением может быть лен. Тут просто нужно принять правила игры и словить этот расслабленный небрежный вайб. В сочетании со светлыми летними брюками смотрится потрясающе. Можно даже рискнуть надеть сандалями. Но и темные оттенки летом выглядят ничуть не хуже. Не волнуйтесь, не спаритесь. Свободный силуэт создат все необходимые условия для циркуляции воздуха. Мой любимый вариант для вечерних рубашек это Тенцель или Лиацелл. Он легкий, струящийся, слабомнущийся и визуально напоминает шелк. Выглядит дорого и стоит дорого. На данный момент встречал только у двух брендов. Ссылки на них указал в описании. Второй пункт в моем списке это детали. Сразу говорю, что контрастные элементы и принты это не по моей части. Я говорю про однотонные базовые варианты, которые подойдут 99% образов. Если ты тоже не сторонник кричащих вещей и хочешь выделяться более элегантно, то загляни в магазин Studios Low. Взял ребят крутой вязанный вариант в молочном оттенке. На лето самое то. Плюс посмотрите, как необычно смотрится укороченный силуэт и как при этом меняются пропорции. В целом у проекта большая классная селекция зарубежных брендов. Советую полазить по сайту. Идем далее. Правильная посадка написана в кавычках, потому что это достаточно субъективный вопрос. Лично я советую обратить внимание на воротник, длину рукавов и линию плеч. Воротник не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Это видео в большинстве своем про расслабленные повседневные рубашки. Так что необычные варианты форм для ношения с галстуком мы сразу пропускаем. Идеальная длина рукавов располагается не ниже костяшек пальцев и не выше запястья. В остальных случаях я бы посоветовал закатывать рукава. Иначе будет выглядеть диспропорционально. По поводу линий шва на плечах я люблю приспущенные оверсайз варианты. Поэтому часто беру рубашки на 1-2 размера больше. Если хочется взять более плотный вариант сидящий по фигуре, то тоже супер. Особенно если есть что показать. Сейчас показываю на видео мой самый плотный вариант в коллекции. Главное не перестараться и не уходить в варианты, где каждое твое движение грозит выстрелом пуговицы в лоб собеседника. Переходим к заключающему и самому важному пункту, который может испортить весь образ. Большинство рубашек отшиваются на среднестатистического человека, который будет заправлять рубашку в свои брюки. В таком случае длина не критична. Но если ты планируешь носить рубашку на выпуск, предварительно не сходив к портному, скорее всего ты будешь выглядеть комично. Я все свои рубашки ношу на подшив. Где-то убираю всего пару сантиметров, где-то дело доходит до 10-15. Для меня идеальная длина находится плюс-минус на уровне, где заканчивается ширинка брюк. В таком формате у меня сделано большинство моих рубашек. Но также есть такие варианты покороче, когда хочется более интересных, необычных пропорций. И наоборот, еще те варианты, которые я не успел подшить. Важный совет. Подшивайте все свои рубашки по очереди, пока не найдете идеальную для себя длину. Здесь не нужно спешить портить всю свою коллекцию. А самое главное, не забывайте, что брюки составляют 2 третих от образа. И даже самая качественная рубашка не вывезет образ с плохо подобранными брюками. Повезло, что в этом видео я указал, как подобрать и где купить идеальную пару брюк. До следующего раза!